Максим и Юля, да? Отлично. Это служители. Максим, он сейчас руководитель одной из наших организаций. В Калининском районе, да? Я уже запутался, в каких районах. Столько районов уже. Хоть напоминай мне иногда в каком-то районе. Калининский район, молодец. Руководитель организации, вырос, был помощником Дмитрия Николаевича Ющенко долгое время. Сейчас Бог поднял, отделил, поднял, поставил. Это значит, что он верный человек, хороший человек. Его невеста Юля, она из Тюмени, да? Ты училась в библейской школе, я знаю тебя. Она из Тюмени тоже была в церкви, занималась пресс-центром, да? Писала новости, в интернет все выставляли. И они полюбили друг друга. На библейской школе. В хорошем смысле, что вы смеетесь. Просто люди влюбились на библейской школе. Знаете, когда ты не можешь влюбиться, иди в библейскую школу. Там любовь живет. Как Альберт говорит по-английски, лава из. Лова, лова. Вот так. Если хотите, вот так говорит. То лава из. Приходите. И сегодня у них помолвка. Поэтому нужно будет предложение делать, Жень. Ты вот это меня вот все запутало. Все. Я пошел, ты делай. Давай. Смотрите, у нас помолвка. Сейчас как? Человек не просто говорит, типа, ты мне понравилась. Человек предлагает стать женой, да, уже скоро, невестой пока еще. Да, стань моей невестой, да, но скоро женой уже. Я вот, когда мне жена говорила, стань моей невестой. Она мне кольцо не дарила почему-то. А сама решила, что теперь надо женщинам дарить. Видите, какая несправедливость в жизни. И сейчас, вот видите, плод моей любви пришел. Сейчас я передаю микрофон. Все, хватит шутить. Пора по-серьезному двигаться по жизни, да? Да. Немножко волнительный момент. Проще было бы предложение по почте переслать. Коммерческое. Предлагаю тебе кольцо. Кольцо. Юля, я предлагаю пока стать тебе моей невестой. Ну, а в дальнейшем договоримся. Я согласна. Она согласна. Договорились. Мы помолимся. Где-то есть цветы, да? Давайте все, у кого есть цветы. Есть у нас цветы, да? Все, у кого есть цветы, можете идти поздравить. Давайте поздравьте. И потом мы помолимся. Поздравьте. Если у тебя нет цветов, у тебя есть ладошки. Хотя бы ладошки. Я очень рад за вас, правда. Что вы... Смотри, твоя невеста уже ушла. Ты внимательнее будешь в жизни. Вроде договорились, да? Уже как-то все. Кольцо забрала и ушла. Они такие женщины, поэтому-то следи за ней. Так вот, давайте помолимся, чтобы Бог осветил их отношения. Потому что один раз на всю жизнь надо выбрать партнера. Нельзя второй раз сказать, извините, я ошибся. Можно еще раз? Да, уже все. Это не как, помните, еще, еще себе. Все, уже нельзя еще. Раз выбрал на всю жизнь. И поэтому пусть Бог осветит каждое отношение. Чтобы мы не делали ошибок, да? Чтобы мы потом не крест несли. Когда мне пишет, кто-нибудь пишет мне, говорит, моя жена, это мой крест. Я уже устал этот крест нести. Бедный ты крестоносец. Жена должна быть наслаждением, а не крестом. Десертом. Поэтому давайте помолимся, чтобы Бог осветил. Прострите руки все. Отец Небесный, мы благодарим тебя за то, что люди... Соедините руки. В недрах твоей церкви они нашли друг друга. Освети эти отношения. Пусть они чувствуют что-то по отношению друг к другу. Пусть чувствования, внутренние чувствования, они помогают определить, предназначены ли они всю жизнь пройти вместе или нет. Боже, если вдруг это просто похоть, плоти, то, пожалуйста, убей это желание. Потому что нельзя строить свою жизнь на похоти плоти. Но если это любовь от Тебя, которая никогда не перестанет, которая будет жить вечно, то, пожалуйста, еще крепче соедини эти отношения. Во имя Иисуса Христа. Освети во всей полноте. Будь посреди них. И помогаем. Мы благословляем эти отношения и освящаем их. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И мы три раза говорим. Благословляем! Присматривайтесь. Присматривайтесь. Благословение.